Первую дождливую декабрьскую ночь, а точнее часа за полтора до полуночи, оставленной включенным теплый пол в одном из дачных домиков на зеленом острове на Визе, огненосно переполошил весь практически обезблюдивший с осени колсад пенсионер один и сгубил дотла один из участков. У самых ворот СНТ именно такую нетипичную для садовых домиков версию озвучили, правда, без камеры ночным репортерам соседи безнадежных погорельцев, уточнив, что накануне те приезжали на участок и, вероятно, решили подогреть домик в расчете на скорый приезд. Но «Красный петух» все эти дачные планы заклевал по самый фундамент. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что этим пламенем горит садовый дом на участке номер 28. Создавалось угроза распространения рядом стоящих строений. Начальник Анкарула было принято решение поднять ранг до одного биса. Площадь пожара составила 100 метров квадратных, на тушение подавалось два водяных ствола. Подвоз был организован от ближайшего пожарного гидранта на удалении двух километров. К приезду пожарных пламя испепелило и бревенчатый дом, и теплицы, и все сараи в придачу. По сути, на участке не осталось живого места, не поврежденного огнем. До вершины всех бед, до ближайшего источника спасительной влаги огнеборцам пришлось мотаться за две версты от колсада. Они, впрочем, не зря наматывали километры. Важно было успеть сбить языки пламени, чтобы они не перепрыгнули на соседские участки, а те, словно пчелы в ульи, лепятся друг к другу. К счастью, в огне и пламени никто не пострадал. На пожаре пострадавших и погибших не зарегистрировано. На пожарах будут разбираться органы дознания. По горькой иронии судьбы, от колсада пенсионер один того, что на окраине виза, и которому в эту ночь по зарез понадобилось много воды для утушки. В общем-то, рукой подать. До двух водоемов сразу. Один из них, правда, давно и безнадежно заболочен. Мертвая и вонючая сдохнет, пока весьма условно называется озером. Зато второй водоем, Верхоседский пруд, полноводен, но уже покрыт льдом. К слову, пожарным дознавателям еще предстоит детально разбираться на пепелище, выясняя причину жуткого ночного воспламенения в колсаду. Но соседская версия о включенном на ночь теплом полу кажется весьма убедительной. Продолжение следует...